Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем уроке я вам покажу, как сделать вот такой вот эффект двойной экспозиции в программе Adobe Photoshop. Я удалю все те слои, которые здесь я уже создал, и покажу все этапы данного пути. У меня есть два изображения, это вот конь на белом фоне, и соответственно, есть вот такой вот бэкграунд. Он бэкграундом будет, соответственно, я переношу его на данное изображение. Можно маленько увеличить, можно уменьшить, можно это сделать потом. Затем я этот слой смешиваю с неслежащим слоем в режиме экран. Мы уже сразу будем видеть, что у нас вот как бы на нашем коне экспозиция эта отображается, да? И можно в этот момент вот это изображение подвигать, чтобы выбрать наиболее интересный эффект, который нам наилучшим образом подошел бы для реализации нашей идеи. Можно нажать на Ctrl-T для того, чтобы больше-меньше сделать изображение подложки. Не подложки в данном случае, а изображение, которое бы нам формировало вот этот эффект двойной экспозиции. Ну, я вот сделаю, например, вот так, да? Соглашаюсь. Затем к этому слою я применяю маску. Беру обычную черную кисть, мягкую, ну, размером у меня 200 пикселей, но очевидно, для различных изображений с различными размерами это будет размер разный. Соответственно, непозрачность я сделал 20 пикселей кисточки для того, чтобы эффект поступал, ну, как бы гибко. И начиная вот, ну, я думаю, что с головы, с шеи, с лошади этот эффект надо немножко согнать, вот, а на туловище животного пускай это будет. Ну, примерно так. Вот. Затем я к этому слою применю еще корректирующий инструмент уровней, чтобы немножко повысить контраст вот этого, будем так говорить, пейзажа, да? Ну, для того, чтобы он более отчетливее стал виден. Вот так вот, например. Ну, я думаю, так вот сгорится. Вот. И еще поверх данного слоя я применю корректирующий слой градиент. Выберу из набора градиентов из градиентов прежней версии градиенты по умолчанию и выберу вот этот вот синий-оранжевый цвет. Вот. Он мне пока все закрыл. Вот. Но я его смешиваю с неслежащими слоями в режиме перекрытия. И в данном случае у меня, видите, будет такой эффект более ярко выражен. Кстати, можно, например, вот этот слой с пейзажем немного прозрачности убрать. Там процентов до 90, до 80. Смотрите, как вам будет это интереснее. И, соответственно, слой с градиентом тоже можно процентов до 80 убрать. И вот примерно такой эффект получился. Ну, соответственно, вы можете опять же перейти на слой значит, непосредственно с пейзажем и немного подвигать его для того, чтобы у нас здесь ну, как-то вот этот вот рисунок был виден более отчетливо. Но я думаю, что вот так вот сгодится, когда у нас деревьев много. Ну, вот, собственно говоря, и весь эффект. Это можно сделать различными изображениями и добиваться различных результатов. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч.